добрый день дорогие друзья вы находитесь на канале магазина самогонных аппаратов колба меня зовут трудов сергей и я ведущий этого канала сегодня мой любимый тип роликов обзор новинки да не просто новинки а нового флагмана уникального в своем роде умного самогонного аппарата в м7 сегодня мы на него посмотрим оценим расскажу вам что он из себя представляет посмотрим на его характеристики заценим комплектацию разберемся на что способен данный самогонный аппарат и в конце поймем какие же удобства и преимущества он несет конечному пользователю ну и конечно же обсудим цену вот так в полный рост выглядит данный самогонный аппарат 2 дюймовая колонна куб на 37 литров 2 царги на 2 дюйма по полметра узел отбора со строенным диоптером съемный носик до охладитель с капельником который удобно крепится к царге и главная фишка автоматика из коробки которая управляется при помощи смартфона теперь более подробно давайте рассмотрим каждую деталь из комплекта ведь принципы работы самогонных аппаратов всем более менее понятны это уже детали привносят фишки и комфорт в работу а детали друзья много давайте пойдем снизу вверх и начнем с куба но не переживайте обязательно дойдем и до автоматики и очень подробно в ней разберемся и так куб на 37 литров в глаза сразу бросается зиговка это такое место где стенки куба немного сужаются к центру образуя удобный пьедестал для фальш дна фальш дна в комплекте к сожалению нет но на моей памяти никто из производителей в основной комплект его и не кладет да и стоит она в принципе недорого в основном его покупают те кто варят пиво и делает зерновые заторы для виски конечно фальш дно помогает и с руктовыми дистиллятами и с мацерацией но для мацерации есть удобная джин корзина но мы друзья до этого дойдем попозже а на начальную работу наличие фальш дна никак не влияет но присутствие зиговки безусловный плюс копилку в n7 далее мы видим закрытое кламповое соединение для установки тена она стандартная на 2 дюйма во всех современных самогонных аппаратах такое есть для нас это в принципе ничего нового просто хорошо работающие стандарты тен можно установить любой я бы рекомендовал на три с половиной киловатта аппарат их спокойно переварит лишь бы у вас дома выдержала проводка кран расположен с обратной стороны оттена отверстие три четверти дюйма очень удобно сливать борду плюс ручки с термостойкими пластиковыми накладками расположены так что нагрузка при сливе равномерно распределяется они находятся под теном и краном кисти не вывихнуть и спину тоже не сорвать внутри куба разметка вы всегда будете знать количество жидкости в кубе это позволяет удобно рассчитать головы и тело также вы всегда сможете долить столько жидкости чтобы тен не оголился и не вышел из строя такой вот приятный бонус гравировка лазерная ничем не сотрешь логотип вейн очень красивый но практического смысла для перегонки он не несет но и нет никаких неудобных плашек которые могут зацепиться за одежду это выглядит очень приятным крышка купольная устойчивая прокладка каркасная это позволяет увеличить объем куба и залить намного больше браги чем 37 литров это такие вот стандарты вейна и люк стали у них в принципе одинаковый одинаковая каркасная прокладка и увеличители подойдут от обоих аппаратов существенно это сэкономит вам время на первом перегоне и электроэнергию на разогрев ничего другого от флагмана мы в принципе и не ожидаем по характеристикам куба высота 500 миллиметров ну то есть полметра диаметр 360 миллиметров все кроме дна сделаны из пищевой 304 друзья медицинской нержавейки дно трехслойная ферромагнитная мощная подходит для всех типов плит на ощупь куб сделан очень добротно на крышке расположено отверстие для установки термометра и силиконовый клапан который защитит вас от взрыва и сминания куба работает он в обе стороны при избыточном давлении лишнее выходит наружу при возникновении вакуума при разнице температур при остывании это не позволит кубу схлопнуться фоток схлопнутых кубов выполнен полно в интернете и кстати на место этого клапана всегда можно установить обычный с красным шариком сверху но я поработал с обоими клапанами и смело могу утверждать что силиконовый дешевле и лучше на крышке куба расположена кламповое соединение на 2 дюйма с выточенной выемкой под фиксатор spn он кстати идет в комплекте на обычных старых колоннах устанавливают пышь насадки панченкова который и удерживает весь объем spn в царге но от этого насадочная часть теряет равномерность и пышь занимает 10 сантиметров пространства от насадочной части которая могла бы быть забита spn кай удобно и надежно все кто работал с фиксатором были в восторге в том числе и я кстати удержать нужно два килограмма spn которая кстати идет в комплекте на один пышь регулярной насадки панченкова я бы точно не рассчитывал а фиксатор spn точно справится далее идут две двухдюймовые царги по полметра каждая нам предстоит забить их той самой спн из комплекта на верхней царге отверстие для подключения блока автоматики сам блок выглядит очень симпатично к его настройке и функционалу мы вернемся чуть позже все подробно вам покажу и сам даже попробую над царгой устанавливается фирменный узел отбора по жидкости вейн со встроенным диоптером и новой системой орошения насадки коронка благодаря такому строению мы имеем 8 точек орошения насадки и можем через диоптер наблюдать насколько это происходит равномерно если старые концентраторы флегмы из прошлых поколений вейн работает одну точку то у коронки в этом явное преимущество мы посмотрим на это более подробно как только придет аппарат на студию так что подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новый ролик с работой этого аппарата над узлом отбора расположен мощнейший трубчатый холодильник который на втором перегоне выполняет у нас сейчас в данной конструкции роль дефлегматора длина холодильника 350 миллиметров он имеет 8 трубок каждая по 12 миллиметров и способен утилизировать до 6 киловатт тепла на втором перегоне это нам вообще за глаза обычно даже на втором перегоне на двухдюймовом орудовании используют подаваемую мощность но до двух киловатт но 2 100 наверно максимум вот на первом перегоне вы спокойно можете подключить 3 киловатт ную плитку плюс 10 на 3 киловатта там будет скорость около 12 литров в час это очень быстро сверху установлен носик с трубкой на втором перегоне он выполняет роль связи с атмосферой а на первом перегоне он сливной носик но тоже с трубкой связи с атмосферой чтобы дистиллят на высокой скорости шел не рывками а равномерно закругленная форма тоже позволяет стекать всей жидкости равномерно из узла отбора выходит трубка на которую будет стекать и поступать дистиллят к этой трубке присоединен игольчатый кран с черным вентилем для точной регулировки а сразу после него расположен клапан автоматики он либо закрыт либо открыт это контролирует датчик автоматики далее идет до охладитель которому присоединен стеклянный капельник он позволяет нам очень тонко регулировать отбор мы такое уже встречали на вейн практик мне довелось поработать видео есть на канале оставляю вам в рекомендации друзья это восторг настраиваешь отбор голов или тело немного регулируешь клапан и сразу же в эту же секунду видишь изменение скорости отбора не нужно ждать пока жидкость пройдет по до охладителю и силиконовому шлангу прямо в отбор это супер удобно сам же до охладитель крепится к царге чтобы его не болтало и это очень важный аспект имеет трубку связи с атмосферой не на всех до охладителях она есть вдруг у вас шланг отбора утонет а с такой вот трубкой все будет работать да и очень даже равномерно вот такой вот аппарат при первом рассмотрении имеет вот такие характеристики сразу видно что они выкручены на максимум в случае с флагманами всегда вообще-то производитель так делают максимальную комплектацию добавляют в комплекте тут умная автоматика из пн 2 килограмма специальная трубка мы называем ее телефон для первого перегона она соединяет царгу и холодильник и внутри имеет встроенную джин корзину она появилась самогонном аппарате в практика и и успешно адаптировали на войн 7 также в комплекте крутой капельник и набор профессиональных ориометров вен считай первая компания вообще на рынке самогонных аппаратов кто в комплект кладет хороший набор ориометр спиртомеров за это им лайк и респект теперь давайте разбираться с автоматикой сразу видно что дизайном занимались профессионалы на вид очень симпатичная размером чуть больше спичного коробка материал жаропрочный пластик имеет два гнезда один для подключения питания второй для подключения клапана и эта автоматика имеет всего одну кнопку с помощью bluetooth соединения она подключается к любому смартфону на который предварительно необходимо скачать приложение она доступна в google play app store app gallery и ru store мы попробовали скачать его на старый android смартфон он действительно древний вы можете это видеть со старой версии андроида но все работает с новым андроидом думаю будет тоже самое давайте установим соединение по bluetooth она требует пароля который написан на экране автоматики вводим его и видим меню имеется два режима работы как термометр и как контроль второго перегона на этом этапе соблюдены все технологии второго перегона сначала будет режим работы на себя приложение подскажет вам пошагово что нужно и как делать например замерить объем и крепость спирта сырца для отбора голов все написано ясным и понятным языком я ненавижу когда пишут вот на такой подобной технике на каком-то древней инженерном советском языке как только колонна отработает на себя и приложение предложит посчитать объем голов по крепости и количество спирта сырца которые мы предварительно замерили это очень удобно после отбора голов начнется отбор тела автоматика подскажет вам что нужно делать заменить емкость выставить скорость нажать кнопку там будет две температуры текущая и пороговая при превышении пороговой даже на четверть градуса клапан закрывается и не допустит хвосты в отбор потому что когда повышается температура пороговая а это значит то что хвосты пошли в отбор ошибиться невозможно и в конце приложение предложит закончить отбор помимо того что вы не будете тратить время чтобы постоянно бегать на кухню мониторить процесс так еще и автоматика не позволит вам впустить хвосты более чем удобно разобравшись с принципом работы данной автоматики мы решили проверить как она будет работать на айфоне по запросу в вейн автоматика скачали приложение без проблем запустили все идеально работает не глючит не тормозит для huawei на в специальном их магазине app gallery тоже все имеется теперь друзья давайте обсудим цену данного аппарата 33 990 рублей ну округлим до 34 тысяч за эту цену вы получаете полноценную ректификационную колонну с автоматикой которая не имеет каких-то громоздких блоков легко настраивается на разработку отлично работающего программного обеспечения адаптированного под все устройства тоже явно не пожалели денег посудите сами что еще нужно автоматика которая закрывает кран воды вырубает вам нагрев может как мультики она и пить за вас будет точно не будет за такую смешную по современному уровню инфляции цену в на снова превзошли себя и сделали конфетку с шикарной комплектацией кучи отличного металла качественной емкостью такие кастрюли стоят вообще не менее 10 тысяч рублей чтобы вы знали можете сами проверить в комплекте все спн капельник кориометры может вы еще больше хотите сэкономить ну хорошо вот вам фишка от меня для подписчиков нашего канала предусмотрена скидка по промокоду колбе 24 это все латинскими буквами все должно быть у вас на экране возьмите вообще за правило покупаете в колбе в магазине в интернет-магазине в приложении используйте наш промокод на разницу лучше купите себе бродильную емкость и дрожжи они вам точно понадобятся мой вердикт такой подыскиваете аппарат точно стоит брать и не забывайте о нашей скидке реально как говорят вейн умный аппарат для умных людей скоро будут кстати ролики по работе на этом аппарате сравним его с другими флагманами сравним его также с бюджетным вейн практик который тоже недавно вышел подписывайтесь на канал чтобы не пропустить данные ролики все вопросы жду в комментариях постараюсь ответить на все максимально доходчиво на этом друзья ролик заканчиваю пейте только вкусные и качественные напитки спасибо за внимание пока пока